Итак, спасибо, Галина Юрьевна. Уважаемые коллеги, да, в апреле, извините, в апреле этого года, как мне обратно сделать, в апреле этого года зарегистрирован первый анти-ПД-1 российский препарат. И, конечно, это событие достаточно значимое и значимое абсолютно для нашей страны и для практической онкологии. Но встает вопрос, насколько целесообразно еще один препарат. Ведь у нас есть уже зарегистрированные препараты, которые проявили свою активность. И если мы обратимся к истории успеха анти-ПД-1 терапии для лечения онкологических заболеваний, то, скажем, что с 2014 года идет непрерывное доказательство того, что препараты, что пембролизм, а что неволумап, они идут достаточно параллельно, они показывают свою эффективность, причем не только для лечения метастатической меланомы, но и для других локализаций. Причем последние годы появляются результаты о применении этих препаратов уже в комбинированных режимах. И в 2019 году мы увидели потрясающие результаты пятилетней выживаемости пациентов с метастатической меланомой, которые доказали, что 40% пациентов с данной патологией переживают пятилетний рубеж. Конечно, безусловно, это победа иммуноонкологии. Так вот, что же такое пролголемаб? Это тоже или это что-то другое? Да, это препарат принципиально другое антитело. Оно отличается все-таки от тех моноклональных антител анти-ПД-1 ингибиторов, которые уже зарегистрированы в мире. Да, по своей природе оно также относится к человеческому антителу, но по типу он относится к иммуноглобулинам класса G1. И у него есть определенная дополнительная модификация, есть мутация, так называемая лаломутация, которая тоже и вносит определенные особенности. Если мы вернемся к механизму действия моноклональных антител, то обращаю ваше внимание, что как раз действие моноклональных антител направлено на вот эту вот цепочку связь рецепторов ПД-1 с ПДЛ-1. И антител, молоклональное антител, анти-ПД-1, оно разрушает это соединение и восстанавливает противоопухолевую активность Т-лимфоцита для того, чтобы он осуществлял свою функцию иммунного надзора и в борьбе с опухолевым заболеванием. И в этой гряде цепочки событий привлекаются макрофаги. Макрофаги, с одной стороны, это определенная роль, выполняемая их в звене иммунитета, но с другой стороны, они уничтожают часть противоопухолевых лимфоцитов, что сказывается негативным образом на эффективности терапии. И вот здесь можно сказать, что продголемаб как раз и имеет особенность, он имеет в своей структуре мутацию, которая препятствует привлечению макрофагов и не происходит того фагоцитоза, который ведет к уменьшению количества противоопухолевых Т-лимфоцитов и таким образом не воздействует негативным образом на эффективность. Причем продголемаб, он при своем механизме действия полностью перекрывает поверхность связывания рецептора PD-1 с его легантом PD-L1. И в результате этого воздействия происходит высокая насыщаемость PD-1 рецептора, в отличие от тех монолоканальных антител G4, пеневолумаба, пембролизумаба, что позитивным образом должно в эксперименте показывать, что должно сказаться на эффективности продголемаба. Причем я уже говорила, что пролголемаб имеет еще одну особенность, он имеет в своем фрагменте мутацию, лаломутацию, которая как раз и способствует минимизации эффекторного свойства антитела и предохраняет лимфоциты от разрушения другими иммунокомпетентными клетками. Причем все это ведет к тому, как я уже говорила, что не вызывается вот эта связь антитела, анти-PD-1 с лаломутацией, оно не вызывает фагоцитоз клеток. И как раз это происходит обусловлено асофинностью связывания с рецепторами, которые находятся на поверхности клеток. Это CD64. И поэтому по сравнению с другими препаратами, с пембролизумабом и нилумабом, пролголемаб как раз в этом смысле находится в выигрышном положении. Это говорит эксперимент нам. Фагоцитоз посредством вот этой вот лаломутации отсутствует, и клетки, Т-клетки осуществляют свой иммунный назор, проявляют свою эффективность. И это сказывается статистически, показано, что это позитивным образом оказывает воздействие в эксперименте. Что же получилось у нас в клинике? В клинике проведено исследование Миракулум. Это исследование прошло в нескольких центрах Российской Федерации. Туда включались пациенты с нерезиктабельной метастатической меланомой, вне зависимости от статуса БИРАФ. Эти пациенты могли подвергаться ранее терапии, но исключались иммуно-онкологические препараты и таргетные препараты. Все пациенты стратифицировались на две группы. Одна группа получала проглема в дозе 1 мг на килограмм веса один раз в две недели, а другая группа пациентов получали дозу 3 мг на килограмм веса один раз в три недели. И какие же были основные точки данного исследования? Основная точка – это был объективный ответ, а вторичные точки – это были показатели выживаемости, безрецидивной выживаемости, общей выживаемости, частота достижения контроля над заболеванием, длительность ответа. Конечно, безусловно, важным является аспектом безопасность препарата, иммуногенность и фармакокинетические показатели. Говоря о характеристиках пациентов, которые включались в данное исследование, то следует сказать, никаких тут особенностей не было. В основном пациенты были среднего возраста, в основном это были женщины с распространенной стадией заболевания. Медиана длительности лечения, предшествующего лечения, как правило, была в районе полутора лет. И хирургическое лечение в анамнезе было у преимущественного количества пациентов. А дивантную терапию получали где-то треть пациентов. Следует сказать, что группы пациентов были хорошо сбалансированы по наличию мутации в гене Бераф и экспрессии PD-L1. Это хорошо видно на этом слайде. И также группы были хорошо сбалансированы по прогностическим факторам по шкале ЭКОК. Следует сказать, что в основном пациенты были в удовлетворительном состоянии. По уровню ЛДГ, как и в исследованиях, которые проходят международные исследования, в основном где-то около трети пациентов имеют повышенный уровень ЛДГ, что является неблагоприятным фактором. И следует сказать, что в это исследование включались пациенты с нетипичной локализацией меланомы, в том числе с увиальной меланомой. Было всего 13 пациентов. Извините, 13 пациентов это было, неправильно сказала, 8 пациентов было включено в это исследование. И один пациент с меланомой слизистой. Все вы знаете прекрасно, что эти пациенты, к сожалению, характеризуются крайне неблагоприятным прогнозом. И надежда на то, что данный препарат может помочь, у нас степлилась надежда. Но, во всяком случае, мы некоторые моменты видели. И по степени опухолевого процесса, по предшествующей терапии, следует сказать, что в группу проглимаба, получающих дозу 3 мг на килограмм веса, здесь был повышенный показатель опухолевой нагрузки. Диаметр опухолевых чеков приближался к 100 мм. И в данное исследование включались пациенты с бессимптомными метастазами в центральную нервную систему, то есть в головной мозг. Причем это было 17 пациентов были в одной группе, которые получали проглимаб 1 мг на килограмм веса, и 9 пациентов в группе проглимаб 3 мг на килограмм веса. Конечно, тоже вот эти пациенты, хоть они и не имели симптомов поражения в центральной нервной системе, тем не менее пациенты, которые требуют тщательного наблюдения и мониторинга, и этот фактор также является неблагоприятным фактором. То, что касается предшествующей терапии, то основная масса пациентов не подвергались ранее терапии, и где-то около 30% пациентов получали ранее терапию. В основном это химиотерапия, была иммунотерапия и другие лекарственные препараты, исключая, как повторяю, антипеди-1, антипеди-1 терапию и таргетную терапию. Следует сказать, что если мы проведем аналогию, непрямую, конечно, аналогию, с тем контингентом пациентов, которые включались в исследования регистрационные, например, Кенот-006 или Чейкмейт-067, то, что касается регистрации препарата Пембролизумаба, Неволумаба, то обратим внимание, что группа пациентов, включенная в исследование Миракулом, они отличались более тяжелым наличием факторов. Например, пациенты имели более 30% высокий уровень ЛДГ, пациенты имели более большую опухолевую массу и более трех очагов метастазирования более чем у половины пациентов наблюдалось в исследовании Миракулом. В то время как в исследованиях, касающихся исследований Пембролизумаба, Неволумаба, эти показания, как вы видите, были значимо меньше. Что показало это исследование, какие результаты? На сегодняшний день мы можем сказать, что первое, что достигнута первичная точка в обоих режимах дозирования при медиане наблюдения более 12 месяцев. Точка, то есть в эффективности. Была точка эффективности, это 28%, больше эффективности ДКР в два раза, то есть эта цифра была обозначена как 28%. И, как видите, объективный ответ, частота объективного ответа, она была выше во всех группах и в дозе у пациентов 3 мг, и 1 мг на килограмм веса, и в общей популяции составила 33%. Если же говорить о контроле над заболеванием, то этот процент уже значимо выше, и он наблюдался более чем у половины пациентов. Причем важно отметить, что эффект иммунотерапии, как мы видели и при других исследованиях, может усиливаться при длительном наблюдении за пациентами. И при введении этого пациента можем отметить, что ответ после стабилизации усилился появлением частичного регресса. Также в этом исследовании были отмечены развития частичного регресса у трех пациентов после длительной стабилизации. Плюс прогрема продемонстрировал длительный характер ответа на терапию. Более чем у 75% пациентов сохранялся ответ в течение более чем 2 года. И частичный и полный ответ на терапию наблюдался у 45 пациентов из 26. Причем у 25% максимальное уменьшение опухолевого объема составило больше 50%. Ну что свидетельствует тоже о эффективности иммунотерапии. И как мы видим здесь вот на этом графике, очень хочется надеяться, что то плато, которое мы наблюдаем, оно будет наблюдаться и более на длительных сроках за наблюдением за пациентами. То, что касается оценки эффективности общей выживаемости и выживаемости без прогрессирования, то прогрема продемонстрировал высокие цифры выживаемости без прогрессирования и общей выживаемости. И, как видите, на рубеже двух лет более 30% были без прогрессирования заболевания, и более 50% пациентов живы. И если мы выберем целевую популяцию, то есть только меланому кожи, без учета тех пациентов с другими локализациями, меланома слизистой, меланома, увиальная меланома, и только тех пациентов, которые получают в первой линии терапии, то показатели выживаемости без прогрессирования и общей выживаемости, они выше. И здесь уже, можно сказать, и выше частота объективных ответов, она составляет 51%, контроль над заболеванием 65%, а вот то, что касается общей выживаемости, медиана не достигнута, медиана без прогрессирования более чем 8 месяцев. И, опять же, если мы не напрямую, конечно, сравним эффективность антипедиадин-терапии препаратов в качестве первой линии у пациентов с метастатической меланомой уже зарегистрированных исследований и Миракулум, то обратите внимание, что, конечно, можно первое, что сделать вывод, что Продлимап работает достаточно, показал свою эффективность наравне с теми препаратами и наравне с ними. И мало того, что по частоте объективных ответов по результатам двухлетней общей выживаемости есть некоторое преимущество. Но, повторяю, это не прямые сравнения, но эти уже данные получили на основании двухлетней выживаемости за пациентами. Еще раз, еще несколько слов по поводу подгруппового анализа. Есть ли зависимость от статуса БИРАФ, ПДЛ? Ну, вот посмотрите на эти графики. Выживаемость без прогрессирования и общая выживаемость при проведении лечения Продлимапа не зависела от статуса БИРАФ. Частота ответов, частота объективного ответа была одинакова, и выживаемость без прогрессирования и общая выживаемость. Эти коревые практически сравнялись, они одинаковые. То, что касается поражения центральной нейросистемы, следует сказать, что Продлимап продемонстрировал высокую эффективность вне зависимости от наличия метасазов в центральную нервную систему. Но, как мы уже говорили, что этот фактор является неблагоприятным фактором. И если в целом сравнивать выживаемость пациентов, у тех, у кого есть наличие метастазов в центральную нейросистему, головную мозгу, у кого нет, конечно, выживаемость у пациентов без отсутствия метастазов, она несколько меньше. То есть у которых нет, у них больше. Но, тем не менее, как видите на этом графике, кривые достаточно выразительные. И то, что препарат работает у этих пациентов, это достаточно доказано абсолютно. И частота объективных ответов у этих пациентов, она также велика. Частота ответов больше, более 30%. И статус экспрессии PD-L1, он является независимым предиктивным фактором эффективности пролголемаба, те пациенты, которые являются PD-L1-позитивными, у них выживаемость из прогрессирования несколько выше по сравнению с тем, кто не имеет данной экспрессии или низкую экспрессию. И есть некоторая разница в общей выживаемости. Но следует сказать, что в любом случае мы видим, что препарат работает, хотя вот по частоте объективного ответа все-таки те пациенты, которые имеют позитивный, высокую экспрессию PD-L1, у них частота объективного ответа в три раза выше по сравнению с теми пациентами, кто не имеет повышенной экспрессии, это экспрессия. Таким образом, можно сказать, что препарат PD-L1 продемонстрировал высокую эффективность на нашей российской популяции, причем популяции, где было сконцентрировано больше пациентов с неблагоприятными факторами. И можно сказать, что этот препарат встает в линейку тех препаратов, которые используются для лечения пациентов с неоперабельной метастатической меланомой. И об этом свидетельствовали те результаты частичного регресса, двухгодичной безрецидивной и общей выживаемости. А что же говорить, можно сказать, о безопасности препарата? Конечно, мы видим, что он работает. А насколько благоприятен, неблагоприятен профиль безопасности? И, опять же, непрямые сравнения с препаратами невломапа, пембролизумап. Можно сказать, что препараты имеют нежелательные явления, но частота их зарегистрирована меньше, чем при применении других препаратов антипеди-1. То же самое касается и осложнений нежелательных явлений третьей-четвертой степени, особенно серьезных нежелательных явлений. Процент был всего 1,6 по сравнению с препаратами невломапа и пембролизумапа в клинических исследованиях. И частота, хочу обратить ваше внимание, что частота прекращения терапии из-за развития нежелательных явлений, она была незначима, равнялась 3% по сравнению с исследованиями невломапа и пембролизумапа. Здесь были 9 и 12, соответственно. И, ну, следует сказать, что, конечно, длительность наблюдения за пациентами у нас была меньше по сравнению с другими исследованиями. Поэтому, ну, с другой стороны, в исследовании не было и отмечено иммуногенности, изучая иммуногенность, не выявлено было связывающих антител к прогролизумапу ни у одного из пациентов. Поэтому мы надеемся, что вот эта частота нежелательных явлений не отразится негативным образом, несмотря на длительность наблюдения за пациентами. Но на что хочется обратить внимание, что по нежелательным явлениям у пациентов, которые получали прогролизумап, была отмечена более высокая частота эндокринных, иммуноопосредованных нежелательных явлений. Они составили 23%. И это немаленький процент, но следует сказать, что в основном здесь были тиреидиты, гипотиреозы, гипертиреозы. А вот осложнение со стороны кожи, подкожной клетчатки, изменение со стороны дыхательной системы. А здесь вот было несколько больше, то есть и меньше, извините. Например, сейчас мы посмотрим вот кривую чуть позже и еще раз вернемся к этому вопросу. Как и при любом иммуно-онкологическом препарате, при его применении, большинство нежелательных явлений возникает в первую половину, первые 6 месяцев лечения пациентов. И пролголемаб тоже не явился исключением. И что еще интересно отметить, что вот это возникновение эндокринных, иммуноопосредованных нежелательных явлений на фоне пролголемаба, оно коррелировало с эффективностью лечения. Посмотрите, если у пациента были эндокринопатии, иммуноопосредованная частота объективного ответа равнялась почти 54%. И выживаемость без прогрессирования на рубеже 12 месяцев равнялась 53%. А у пациентов, которых не было данных осложнений, у них частота объективного ответа почти вдвое была меньше, 28%. И также выживаемость без прогрессирования была ниже. Она на рубеже 12 месяцев равнялась 34%. То есть такая интересная закономерность. И вот о чем я говорила, при сравнении частоты эндокринопатии, которые возникали в исследовании Миракулум при применении пролголемаба и при применении препаратов неволумаба и пембролизумаб, мы видим, что число эндокринопатий при применении неволумаба и пембролизумаба было меньше. А вот изменения со стороны кожи, сыпь, зуд, здесь у нас осложнений было значительно меньше по сравнению с применением уже широко известных иммуно-онкологических препаратов антипеди-1. Возможно, это как раз и связано с теми биологическими особенностями самого препарата. И говоря о профиле токсичности, следует сделать заключение, что, конечно, пролголемаб продемонстрировал благоприятный профиль безопасности с низкой частотой серьезных и желательных явлений. И этот спектр, он отличался уже от известных ПД-1 ингибиторов, потому что была более низкая частота осложнений со стороны кожи, но, с другой стороны, высокая частота эндокринных нарушений иммуно-посредственных и желательных явлений, которые были в основном первой и второй степени, но которые ассоциировались и коррелировали с эффективностью пролголемаба. И повторю этот слайд еще раз, который, наверное, на многих произвел впечатление. На белых ночах в 2019 году присутствовал Александр Гермон, всем известный, и в своем докладе о той линейке, которую мы имеем на сегодняшний день иммуно-онкологических препаратов, он достаточно так вот непросто, но выговорил слово пролголемаб фирмы Биокат среди всех новых препаратов, цемиплимаб, спротализумаб. И, конечно, услышать это с уст известного онколога с мировым именем, конечно, достаточно значимо. Поэтому, конечно, события достаточно значимые, повторяю, и значимые. Во-первых, у онкологов должен быть выбор, однозначно должен быть выбор препаратов. И в тех условиях, в которых мы сейчас с вами находимся, в условиях дефектуры препаратов, конечно, российские препараты должны присутствовать, эффективные российские препараты, они должны выходить в нашу клиническую практику, и мы должны всегда надеяться на то, что мы будем беспрепятственно лечить наших пациентов, во всяком случае, в обеспечении. И несколько слов о том, что нас ждет. Фирма Биокат достаточно прогрессивная, и у них очень много работает инициативных работников, молодых работников, и очень много идет клинических исследований. Вот те клинические исследования, как мне представила компания «Список», которые касаются нас, вот онкологического спектра. И вот обратите внимание, во-первых, из тех семи исследований, которые здесь продемонстрированы, пять из них международного значения, и два из них мультицентровые исследования. Исследование касается не только метастатической меланомы. Это вот я исследование говорю о пролголемабе, не только метастатической меланоме, посвященной, но и раку шейки матки распространенного, распространенных других злокачественных опухолей, немелкоклеточному раку легкого. То есть расширяются показания для применения пролголемаба. И очень, конечно, интересный препарат, который сочетает в себе и анти-CTL-4, и анти-PD-1 препарат. И мы очень надеемся, что через некоторое время мы тоже будем иметь в арсенале данный лекарственный препарат. Поэтому будущее однозначно есть, и мы можем сказать, что, участвуя в клинических исследованиях, с пролголемабом получили и определенный опыт, и надежду на будущее этого препарата. Спасибо большое за внимание.